Ходишь в кафе и рестораны и каждый раз при расчете возникает дилемма, стоит ли оставлять чаевые официанту и сколько? В своей стране вроде привык, что это лишь по желанию. Нравится сервис, оставляю, а не нравится, кукиште. А вот приезжая в другую страну и не зная особенностей и правил ресторанного сервиса, не хочется показаться или куркулем, или попасть в неловкую ситуацию. Сегодня расскажем, стоит ли оставлять чаевые в ресторанах Стамбула. Ты на канале Turkey Space, меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Настойчиво и даже навязчиво и порой крайне нагло чаевые могут требовать в туристических местах. В остальных заведениях принято оставлять 10% отсчета. Но это не требование, а лишь твое пожелание, если прям вот все понравилось и ощущаешь такой вот внутренний порыв. Если заходишь в дорогой ресторан, а тем более с авторской кухней, то следует оставлять чай в размере 10-15% отсчета. Это будет подразумеваться изначально. И официанты в таких заведениях очень внимательны. В таких ресторанах уйти и не оставить чаевые является проявлением низкой культуры. Но в целом, даже если не оставишь чая, то никто тебе ничего не скажет. Это лишь на твоей совести. Не стоит оставлять чаевые в заведениях, где название и меню на русском или употребляются в меню и названиях русские слова. Совет. Лучше вообще не ходить в такие заведения. Например, рестораны вокруг Айя-Софии, рыбные рестораны на Галатском мосту, рестораны возле порта Каракевой. Вообще, когда увидишь вывеску и меню, сразу поймешь. В таких заведениях будет все дорого, невкусно, обслуживание будет навязчивым, обращение к гостям по небратской в стиле «Привет, брат, привет, друг, как дела, давно тут» и все в таком стиле. Столкнешься с тем, что в таких заведениях на тебе, как на иностранца, будут пытаться заработать всеми способами. Будут хитрить и обманывать, вписывать в твой чек лишнее блюдо, пробивать блюдо по цене выше, чем в меню, не принести сдачу. Такую хитрость и стиль сервиса используют не повсеместно. И часто можно встретить и в других странах, когда заведение рассчитано на одноразового туриста. Как же узнать такое заведение, чтобы пройти его стороной? Вот его признаки. Мало людей, почти все столики пустые. Большое количество официантов, слоняющихся без дела. На входе стоит зазывало с меню, который громко кричит на разных языках, пытаясь угадать твой язык, навязчиво приглашаясь зайти в ресторан. Может хватать за руки и попросить хотя бы просто глянуть меню. Общаться с тобой будет в такой зазывало неформально. Лучше ходить в кафе и рестораны небольшого размера, где за столиками много местных. Официантов в таких заведениях мало, они заметно стараются. Такое кафе, как правило, выглядит скромным, но чистым. И создается ощущение, будто ты у кого-то в гостях. В таких заведениях можешь оставить 10% чаевых отсчета, если сервис и блюдо тебе понравилось. Но никто от тебя особо не будет ждать никакого чая. Всем будет достаточно, если ты при подаче блюда будешь искренне благодарить официанта. А теперь три главных лайфхака при походе в кафе или ресторан в Турции. Первое. В ресторанах в чеке уже может быть одно из трех слов. Сервис, куверн, гарсанье. Это означает плата за сервис. Если видишь одно из этих слов в своем чеке, то чаевые уже включены. Оставлять дополнительно не нужно. Второе. Всегда проверять чек, чтобы в нем не было блюд, которые ты не заказывал или не заказывала. И сколько раз пробито блюдо. Такие казусы здесь случаются, особенно в туристических местах. И третий лайфхак. Если все-таки попадешь в явно туристическое место, перед заказом сфотографируй цены в меню, которые тебе принесли в начале. Так как в таких местах используется уловка, на которую нередко попадаются неопытные путешественники. Если этого не сделать, то в 99% случаев получишь чек, в котором будут указаны цены на порядок выше тех, которые были указаны в меню. А при просьбе принести тебе меню, обнаружишь цены, как и в чеке. Хитрость состоит в том, что в этот момент перед тобой второй вариант меню совсем с другими ценами. А если сфоткаешь первый вариант перед заказом при официанте, то вероятнее и чек получишь с правильными ценами. Ну а если все-таки официант почувствует свою у него яязвимость и все-таки попытается тебя обмануть, у тебя есть фото меню, которое ты можешь ему предъявить. Кстати, видео про другие обманы в Турции можешь посмотреть вот по этой ссылочке. Ну вот, теперь ты вооружен информацией. Подписывайся на канал, чтобы больше людей увидели это видео. Ставь палец вверх, если видео было полезно. В комментариях оставляй свои вопросы и замечания. Если хочешь задать вопрос анонимно, можешь использовать нашу почту под видео. Также на почту можешь присылать свои истории, которые с тобой случались в Турции. Всех обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok